В Москве в эти минуты проходит большая, уже 15-я по счету, пресс-конференция президента России Владимира Путина. В Кремле ранее сообщили, что для участия в мероприятии аккредитовано рекордное число представителей СМИ – 1895. Вопросы, как правило, затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики России, иногда не касаются и личной жизни главы государства. Наш телеканал на пресс-конференции представляет журналист Владимир Токмаков и оператор Алексей Шаульский. Если им удастся задать вопрос, мы обязательно об этом расскажем. Задать вопрос президенту приезжают люди со всей страны. Удается это не всем. Некоторые пытаются привлечь внимание президента самыми разными способами. Я спросила, как было так, что среди тысяч журналистов я была заметна. Подписчики посоветовали распущенные волосы, ярко-красный банк, ну и, конечно, яркий прилик на футболке. У меня очень важно для всего Дальнего Востока, Амурской области и для моего родного Белогорска. В частности, это отток населения, который в последнее время очень увеличился. Вопрос президенту, что сделать практически такое реальное, чтобы люди не только не уезжали из Белогорска, Амурской области и Дальнего Востока, но еще приезжали и оставались жить. Каким вопросом на этот раз? Не скажу. До пресс-конференции ничего не скажу. Плохая примета. Дядский квас что-то обозначает у вас на этот раз? Конечно. Звук этого инструмента используется тогда, когда народу тяжело, когда народ переживает, так скажем, не очень хорошую ситуацию, трудную ситуацию. Поэтому звук этого инструмента, его слышат народы Эрзи и Мокши, другие народы Российской Федерации. Поэтому, слышав этот звук, они должны помогать, объединять, сплачивать, и чтобы народы Российской Федерации жили в дружбе, в мире, добре и согласии.